О информационной чистке канала личного, а может быть, кого-то очень близкого, то, что возможно, реально. Что такое информационная чистка? Мы живём в мире информации. Далее посмотреть для себя, на чём вы застряли, что у вас не происходит и что мешает, и в каком периоде вы находитесь сейчас, в данный момент времени. А также знаем, что информация влияет на эмоции. А эмоции – двигатель прогресса, то есть действий. Вот видите, как просто развязывается клубок спутанных ситуаций, обстоятельств. Нужно всего лишь заглянуть в свой внутренний или внешний канал, и он покажет вам, исходя из вашей энергетики, что у вас происходит, что происходит с вами. Иногда бывает распутывать так интересно чужие каналы. Это как провода, которые спутались друг с другом с историей другого человека. Или наложились в будущем, нет прохода, нет изменений. А всего лишь нужно посмотреть, увидеть, с кем вы так сплелись-то, что произошло, как этот узел, клубок, развязать. Техника довольно-таки непростая и простая одновременно. Она даёт видение и понимание, что же нужно делать, как двигаться. Бывают результаты ошеломляющие. Только вчера, в ночь, вы почистили вдруг интуитивно свой канал и увидели. Десятка буби. Деньги. Да откуда же они ночью могут взяться-то? Деньги, они и есть. Деньги – это то, что предназначается вам. Вот сейчас, сиюминутно. Становится так интересно. Это кто же ночью мне что-то послал, положил. Открываешь страницу сайта, на котором, ну, давно не была. Ну, может быть, недели две. Это много по времени. А там лежит энная сумма. Человек получил ответ на свой вопрос и решил оплатить. Вот эта сумма лежит, дожидаясь вас. Возьми меня. А бывает, человек хочет что-то, что-то изменить. Хочет продвижения. Вот задается мне вопрос. А посмотрите моего сына. Дистанционно, конечно, по телефону. Я говорю сейчас. Возьмите его образно. Образ. А почему идёт двойное видение, двойное наложение? Он и ещё парень. Начинаю описывать парня. А парень совершенно отличается от запрашиваемого образа. Описываю. Вот чёлка прям высветленная. А может быть, выкрашенная. Ну, светлый парень. Худой, худощавый, высокий. Прям наложение. Это как вот два провода сплелись. Давно ли? Близко. Вот-вот. Событие произошло. Но вот это событие, переплетение эмоционально двух разных человеков, не даёт движения изменений. Мы начинаем дальше. Дальше. Расчищать информационный канал. Всё. И вышли причины, по которым это произошло. Тут же озвучиваешь причины. Их бывает немного. Всё. Клубок распался. Информационно люди в пространстве разошлись. Во временном. Тут и сейчас. Между ними больше не стоит ничего. Всего лишь расплели информационный узел. Вопросов обычно не надо задавать. И не разрешать озвучивать чьи-то реплики, рассказы, сопровождения. Смотреть надо самому. Тому, кто берётся. Распутать ситуацию. Вот, собственно, и всё. А сейчас я следующим кадром покажу, какие бывают результаты выкладки, чистки канала. Чтоб было просто и понятно, что вы можете увидеть в результате. И что это значит. Самый интересный вот такой вариант. Необычный, быстрый и шокирующий. Вот такой вариант хочется сохранить, удержать. И использовать или попользоваться им подольше. Почему? О чём он говорит? Он говорит о том, что сейчас в вашем канале сошлось нечто очень сильное. Две силы, две грани. Физического и высшего. Сейчас вы можете быть творцом, вершителем судеб, ситуаций, обстоятельств, чего-то грандиозного. Но запомните, с одной стороны, король пик, король власти и суда, земного и физического. И рядом его дружок, король черви. Король любви, страсти, жизни, живого всего. Вот когда остались вот эти две карты, то здесь постарайтесь подольше быть в этом состоянии. Да, именно в состоянии. Почему я говорю в состоянии? Когда остаются вот эти две карты, это настолько волнительно, это настолько сильно и ответственно. подумайте, а что на самом деле главное для вас? Окружающий мир, ваша внутренняя суть или... Или... Вот задайтесь вопросом, а ещё лучше возьмите... Возьмите тетрадь и запишите. Вот сегодняшний день, ночь, утро, когда у вас вдруг вышли вот эти две карты. Властвовать, вести, создавать, разрешить ситуацию или обстоятельства. И помните, да, вы будете указующим перстом, но это обязательство. Вы будете отвечать за то, что ставите сейчас по своему собственному каналу. во имя чего? Подумайте об этом. Это может быть сиюминутное, это может быть грандиозное, это может быть то, о чём потом вы можете пожалеть. Ибо это очень сильно быть создателем, судьёй, давать жизнь или отбирать её. Запомните эти две карты. Ну, и ещё. В данный момент выпало эти две карты. Но между ними или рядом с ними, или вообще по результату могут выпасть и другие карты. Тогда указания будут другие. А сейчас запомним вот эти карты. Круто же! ПО-ТП